КОНСЮМА ЭЛЕКТРОНИКС Количество фотографов-любителей растет в геометрической прогрессии, и им нужно все самое новое, все самое лучшее. В качестве примера последняя никоновская разработка – цифровая фотокамера D5100. Она как раз в эти дни поступает в продажу. Позиционируется как зеркалка для начинающих и постепенно заменит прошлую модель в этой нише – D5000. Для новичка, опять же, она может быть интересна тем, что по техническим характеристикам 16 мегапикселей, тем, что видео у нее Full HD и тем, что у нее поворотный дисплей. По сравнению с предыдущей моделькой, мы поворотный дисплей вынесли, у нас у 5000-го он был снизу, здесь мы его вынесли сбоку, чтобы можно было со штатива удобно снимать. При этом матрица и процессор тут такие же, как у старшей модели D7000. Фотолюбители получат более профессиональный аппарат по той же цене. Много новостей и в другом сегменте. Pentax подготовил к продаже экстремальную мыльницу Optio WG1. Все можно снимать в дождь, в снег, она морозоустойчивая, до минус 10 градусов. Можно снимать даже под водой на глубине до 10 метров на протяжении двух часов. То есть, в принципе, без. Вот так, как есть. Причем можно как фото снимать, так и видео с записью звука и без записи звука. А еще на этого олеповатого малыша можно вставать ногами и ронять полутора метров, ему ничего не будет. И есть вариант с GPS-приемником, просто находка для путешественников и экстремалов. Самый большой стенд на выставке у Sony. Здесь, помимо прочего, разгуливают роботы и можно поразмахивать цветовым мечом, на какое-то время почувствовав себя Дартом Вейдером. И, конечно, не обходится без аттракционов с объемным изображением. Самое модное слово последних лет – 3D. К 3D-фильмам мы уже привыкли, сейчас на рынок продвигают 3D-игры. PlayStation 3 – новая платформа от Sony. Теперь на улицу можно уже вообще не выходить. Менее полугода такой формат PlayStation доступен на рынке. Работать тут еще много, по крайней мере, на демонстрационном стенде очки не давали полного 3D-эффекта. Все немного двоилось. Еще один тренд – виниловый бум. Меломаны устают от чехарды форматов и возвращаются к корням. Уже не нужно реанимировать старье. Проигрыватели возвращаются на рынок, причем они теперь куда совершеннее. Материалы Танарма, материалы опорных дисков, субшасси – это все очень сильно продвинулось вперед. То есть, во-первых, за счет удешевления этих материалов стали доступны аппараты по классу, которые раньше бы стоили дороже. И еще о старье. На выставке представлен стенд старых сотовых телефонов. Они тоже уже становятся предметом коллекционирования. Как это было недавно, но какими мастодонтами кажутся эти аппараты. Теперь о как бы российском производителе. Гонконгская компания 3Q решила поучаствовать в дележе сегмента планшетников и представляет целую линейку с пылу с жару моделей российской сборки. Начинает ее устройство с полноценными операционными системами Windows 7 и Linux. Есть и планшеты попроще. Это NVIDIA Tegra 2, операционная система Android 2.2. Он наполнен уже приложениями, которые пользователю обеспечат комфортную работу. Это тоже открытый офис, общение по скайпу, ICQ, всеми любимые игры. Найдется чем заняться на выставке и любителям помузуцировать. Широко представлен главный музыкальный инструмент нашего времени – диджейский пульт. А на стенде Роланда можно попробовать себя в роли ударника. Прошли времена, когда установка занимала целую комнату, а соседи вешались. Достал из чемодана, собрал, надел наушники и вуаля. Диджитал-ТВ, аудио, видеотехника, хай-фай и хай-энд классов, эксклюзивные домашние кинотеатры, фотовыставки, семинары, встреча в винилом мана, презентации и шоу. Вместить в сюжет все это невозможно. Выставка Consumer Electronics работает до воскресного вечера, так что у жителей Москвы и Подмосковья еще есть шанс увидеть все это великолепие своими глазами, послушать своими ушами и потрогать своими руками.